Привет, друзья! Купил вот в магазине такую горбушу. Вес у нее 1,4 кг. Вышла она мне в 271 рубль. Сейчас ее оставлю на ночь на разморозку. Она полностью заморожена. Завтра покажу очень хороший рецепт, как ее можно быстро засолить в пивасику. Размораживать я ее буду в прохладном месте, а именно положу на нижнюю полку холодильника, и она у меня там будет лежать часов 12. Увидимся завтра! Итак, друзья, рыбка за ночь разморозилась. Теперь можно приступить непосредственно к ее приготовлению. Плотно замотали. Все-таки это, скорее всего, самец, судя по носику. У самочек вот этот верхний носик ровный, у самцов загнутый. Но для засолки как раз самец даже лучше. Сперва-наперво нужно, пока я ее не потрошил, эту рыбину, хорошо промыть и высушить. Обтерять каким-нибудь полотенцем или салфеткой. После того, как рыба вымыта и протерта, можно приступать к разделке. Делаем надрез. Извлекаем внутренности. Молоки пойдут на жарку. Это все у меня пойдет кошкам. Теперь рыбу мыть вообще нельзя. Вот как она есть, пусть она вот такая вот и останется. Ее только теперь разделывать и солить. Иначе вы потеряете все вкусовые качества. Она и так у нас вот сильно-сильно вся, как видите, жиденькая. А если мы ее помоем, то это будет вообще жесть. С помощью ложечки удаляем вот эту вот всю грязь. Отделяем голову. Голову можно использовать на уху или просто пожарить. Затем вдоль позвоночника, вдоль хребта, делаем надрез. Вот таких вот два пластика у меня получилось. Режу их на три части. Пока у нее вид непрезентабельный, потом вы увидите, что получится. Это вот все потому, что она перемороженная сильно была. Вот здесь вот таких вот у меня кусочков получилось. Теперь мне понадобится подгончик от духовки, сахар и соль. Соль и сахар буду сыпать один к одному на каждый кусочек. Берем вот так вот с ложечки и чуть-чуть присыпаем с одной и с другой стороны. Это сахар, затем так же солим. Не бойтесь, что рыба будет сладкая. Сахар и соль это как усилители вкуса. Все делаю на глаз тут. Пересолить вы не пересолите, сильно много не надо. Вот только чуть-чуть вот добавили соли и маленько размазали. Выкладываем шкуркой к поддону. Рыбка в себя возьмет ровно столько, сколько ей надо. Как вы видите, пока что у рыбки вид на двоечку. Сильно-сильно она была перемороженная. Посмотрим, что получится в конечном результате. В таком виде я ее оставляю на 6 часов. С одной стороны поддончик под уголок подкладываем какую-нибудь штуковину. Это нужно для того, чтобы вся влага, которая будет сейчас выходить из рыбы, скапливалась в одном уголке. По мере пребывания влаги, влагу обязательно нужно удалять с поддончика. То есть, как только влага выступила, взяли какую-нибудь емкость и слили. Забыл сказать. Я делаю рыбку малосольную, поэтому 6 часов она мне будет солиться. Если вам нужна посолоннее, то часов 8 надо будет ее вот так вот держать и периодически сливать вот этот вот рассольчик, который будет выделяться. Прошел час. Смотрите уже, сколько жидкости не натекло. Сливаем ее. Ну и солим дальше. Итак, друзья, с момента засолки прошло 2 часа. В очередной раз сливаем вот эту вот жидкость, которая выделяется из мяса. Ну и дальше, думаю, увидимся, когда будет уже полностью мясо засолено. Прошло 6,5 часов. Вот так вот уже рыбка стала выглядеть. Столько вот жидкости с нее выбежало. В принципе, в таком виде ее уже можно кушать. Она уже хорошо просолилась. Но я ее хочу еще немного подсушить, подвялить и потом приготовить в масле. И оставить на празднике на Новый год. Кусочки, как вы видите, стали намного плотнее. Мясо уже такое жесткое. Все равно еще осталось чуть-чуть от влаги. Сейчас все развешу и покажу вам. Вот таким вот образом развешал рыбку самодельной сушилки. Она у меня с вентиляторами. Но сегодня я их включать не буду. Часов 6 она у меня просто так повисит, чтобы вся влага, которая еще осталась в рыбе, стекла. И немного подветрилась вот эта вот наружная часть. Ну а дальше я включу уже сам дегидратор. Так он называется. И буду сушить часов 8-12. Увидимся уже, когда рыбка будет практически готова, высушена. Пока мы еще, вот как видите, немного влажную. Итак, друзья, с того момента, как вывесил я рыбку, вялиться прошло 6 часов. Чуть-чуть она вот уже схватилась корочкой. Теперь можно включать дегидратор и сушить дальше. Итак, прошло уже чуть больше 12 часов с того момента, как я начал, скажем так, подвяливать свою рыбку. В принципе, в принципе, она уже готова. Но до нового года еще чуть больше недели. За это время она может вообще хорошо высохнуть. И будет уже как деревяшка. Поэтому сейчас я ее порежу на кусочки и залью маслом. Вот такие вот кусочки получились. Не сильно сухая, не сильно мокрая. Самое то. Сейчас нарежу и продолжим. Вот такая вот кучка получилась. Теперь берем подходящую емкость. На дно наливаем вот так вот растительное масло. И начинаем выкладывать рыбку. Аккуратно слой за слоем. Так вот выложили. Пролили. И немного черного перца. И так вот слой за слоем всю рыбку выкладываем и перчим. По желанию можете добавлять специи, какие вам нравятся. Я считаю, кроме перца здесь больше ничего не нужно. Вот как раз в эту емкость у меня вся рыба поместилась. Смотрите, какая красота. Закрываем контейнер. И немного надо это все дело вот так вот потрясти. Чтобы все хорошо пропиталось. В таком виде можно поставить в холодильник и дожидаться праздников. Хранясь в масле рыбка еще больше насытится вкусом. Питает в себя перчик. Если есть лишняя соль, масло ее заберет. Рыбка получилась шикарнейшая. На все про все у меня ушло. Получается 6 часов я ее солил и 12 часов сушил. То есть меньше суток. Если у вас нет сушилки, обычным способом, развешив ее, она будет сохнуть где-то около суток. Может быть чуть-чуть побольше. Так что если понравилось это видео, берите рецепт на заметку. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Что-нибудь пишите в комментариях. Свои рецепты предлагайте. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.